Привет, друзья! Рад вас вновь видеть и слышать на своем канале. Хотел поблагодарить всех за обратный фидбэк о том, что вы пишете, что бы вы хотели бы увидеть в следующем ролике. И по большинству просьб вам интересно, как я обрабатываю свой голос для видео. И вот я наконец-то дошел до этого и решил для вас снять как раз обучающее видео о том, как я это делаю. Сразу же хочу сказать, что я не являюсь каким-то профессионалом в саунд-дизайне, и все, что я сейчас вам покажу, это лишь те моменты, которые я использую. И насколько они отвечают профессиональным требованиям, мне сказать сложно, но расскажу о том, что умею я. Так что давайте сядем за компьютер. Все процессы будут происходить по обработке звука в программе DaVinci, так как там просто отличный, помимо видеоредактора, есть отличный редактор аудио. И все свои, так сказать, аудиодорожки я обрабатываю именно там. Но это не столь критично, если вы обрабатываете, грубо говоря, видео в Premiere или Final Cut. В принципе, все то же самое можно сделать в любом аудиоредакторе с любыми плагинами. Но я буду рассказывать на примере DaVinci. С чего же я начинаю обработку звука? Как бы качественно не был записан звук, все равно фоновые шумы, они практически в любой записи присутствуют. Это может быть фон от света, это может фон от кондиционера, от открытого окна, от шумящего кулера вашего ноутбука, как вот я чувствую в моем случае сейчас будет. И весь процесс я начинаю как раз с удаления этого шума. И в программе DaVinci есть отличный плагин под названием Noise Reduction. И что касаемо DaVinci, он интуитивно очень легкий, понятно и очень классно убирает фоновый шум. Когда вы садитесь записывать видео, оставьте какой-то участок без слов. Так, запускаем наш Noise Reduction, этот плагин. И тут на самом деле довольно-таки много различных ручек, но я ими, откровенно говоря, не пользуюсь. Я выбираю режим обучения ручной, включаем кнопку обучения и нажимаем play. В этот момент проигрывается наша тишина с фоновым шумом, и DaVinci отлично определяет эти частоты. Останавливаете запись, останавливается обучение, и все, все, что вам нужно было, это сделать вот эти два манипулятора. И, собственно говоря, сильный фоновый шум, он глушится определенными частотами, и при этом не влияет особо сильно на основную вашу речь. Следующий этап — это компрессия. Я буду использовать плагин от FabFilter Pro C2. Это очень классный компрессор, но вы можете, опять же, использовать совершенно любой. Можете использовать встроенный. Я просто к этому привык и пользуюсь исключительно. И как работает компрессор? Компрессор делает слишком громкие пекующие звуки тихими, а тихие звуки делает более громкими. Тем самым делает ваш звук, ваш голос таким плотным, хорошим, и он звучит уже более радийно. Начнем с первых двух ручек. Первая ручка — это трэш-холд. Она отвечает за порог срабатывания компрессии. И следующая ручка — это рейша. Рейша — это коэффициент уменьшения усиления. Далее у нас есть атака. Атака — это время, начиная от входящего сигнала до начала сжатия этого сигнала. И также регулятор релиз, который отвечает за время отключения этого компрессора. Также есть такой полезный регулятор как НИ. Это то есть колено, отвечающий за характер самой компрессии. То есть, видите, он может быть более жесткий, либо вы можете его немного смягчить. Скажу так, что как я настраиваю. У меня тут есть некий пресет для Shure SM7B, я его делал. В принципе, этот же пресет я использую для микрофона Rode под майк. Так вот, трэш-холд у меня стоит на минус 27. Рейша у меня стоит на 4.22 к 1. НИ у меня плюс 18. И атака у меня стоит 18 миллисекунд. Релиз 209. Вот эти все настройки, чисто на мой вкус, для меня являются идеальными. То есть, надо понимать, что у всех разные голоса, и у кого-то они могут работать по-разному. Я лишь говорю, как использую этот компрессор для своего голоса. Далее, в последовательности, у меня стоит эквалайзер. Эквалайзер я использую также от FabFilter Pro Q3. Здесь у меня есть заготовленный пресет под Rode под майк, который для моего голоса, я считаю, идеальный. И, собственно говоря, вот с этим эквалайзером вы можете слышать, как я сейчас вот звучу. То есть, самое главное, я делаю low-cut срез изначально. По факту, его можно срезать где-то под 50 дБ. Это все вот эти супер-бубнящие штуки, которые нам не очень нужны. И дальше я делаю верхний срез в районе 11 тысяч Гц. И все, что выше, нам также особо не нужно. Далее, приподнимаю некие низы, низкие частоты. Как раз вот на вкус надо шевелить, смотреть. У меня что-то это в районе 170 Гц. Поднимаю в районе 6-7 дБ. И как раз они отвечают за некую бархатистость, басовитость голоса. Раньше, в свое время, когда только появился шур с М7Б у меня, я прям делал конкретную вэшку. И вот частоты в районе тела голоса опускал очень низко, за счет чего голос звучал не очень качественно. Он был такой очень просиженный, что ли. Короче, неправильно это все делал. Теперь я понимаю, что есть вот в моем голосе некие частотки. Они, в принципе, есть, я так думаю, у всех голосах. Вот, по которым надо пройтись, послушать и вырезать некие моменты, которые прям вот режут вам звук. В основном это вот частоты в районе 200 Гц и также частоты в районе 500 Гц. Собственно говоря, в этом плагине это также очень удобно сделать. То есть я включаю запись. Дальше я выбираю, вот видите, здесь нарисованы наушники, чтобы вы могли слышать только лишь звук вот этих частот, которые надо вырезать. То есть я их опускаю где-то на 4 дБ, включаю, опять же таки, воспроизведение и наушники. И ищу те самые бубнящие звуки, которые режут мой голос. Вот тут можно слышать, как такой туалетный призвук. Далее. В районе 500 Гц. Вот даже 526 мне не нравится частота больше всего. То есть в районе 516 Гц там есть такие тоже призвуки, не очень приятные. Считаю то, что микрофон RoadPod Mic на самом деле довольно-таки верхастый. Но при этом для такой более, не знаю, приятной, немножко яркой высоты звука я тут немножко приподнимаю вверх. В районе вот 7-8 тысяч Гц. Я поднимаю вверха примерно вот там на 4-3 дБ. Опять же, все это зависит непосредственно от вашего голоса. И вот, собственно говоря, все, что я делаю в обработке своего голоса. Ничего сверхъестественного. Все очень просто и понятно. И, конечно, можно найти более, так сказать, серьезные ролики в интернете, чтобы разобраться, как конкретно, какая частота за что отвечает. Но я лишь вот поверхностно пробежался и показал, как делаю именно я. Надеюсь, этот ролик был вам чем-то полезен. Вы поиграетесь, шевелите все эти регуляторы и найдете свой идеальный голос. Точнее, свою идеальную обработку. На этом все. С вами был Сергей Швидко. Увидимся в следующем ролике. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok